МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Конец года – это смерть года. Умирает старый год, рождается Новый год. Я лично каждый год, я каждый год пишу завещание. Вот сейчас я в процессе написания завещания. Вот как я пишу завещание? Я пишу, в каком возрасте я хочу умереть. Если я раньше начинала писать, я хотела в 80 лет умереть, а сейчас уже в 85, да? То есть это продлевается, это работает, естественно. А раньше я хотела умереть во сне. Причем во сне и внезапно. Сейчас я пришла к тому, что это страшный смерть для родственников. То есть это очень страшно, когда родственники не готовятся. Я не хочу, предположим, эту музыку. Пам-пам. Вот она меня просто выводит из себя. Я хочу гражданскую панихиду. Пускай про меня говорят. Хорошие вещи. Я даже написала, что я хочу, чтобы про меня сказали. Это мое. Я написала то, что я бы хотела сказать. Вот если бы я имела возможность встать, я бы написала, что я хочу сказать людям. У меня есть список, кого я не хочу видеть никогда на своих похоронах. У меня есть три человека, которые никогда, ни за что, я написала, чтобы их не приглашали. Это мое пожелание. Я знаю, где меня похоронят, как меня похоронят. И вовсе не потому, что я собираюсь умирать. Это один из способов, скажем так, анализа себя за прошлый год. Это первое. И второе для меня это очень важный способ. Работать со смертью. Мы не можем идти к детям, которые могут умереть завтра-послезавтра, без какого-то своего четкого убеждения, а что такое для меня смерть? Вот это здание было гораздо в худшем состоянии. Оно было все обдертое. Оно было все такое серое. Вот здесь находился детский онкогематологический центр. Вот здесь начинался хоспис. Знание ноль. Ноль, 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 ноль. Мы вообще ничего не знали. Но только было желание помочь. Я была психологом. И когда родители падали духом, когда я видела, что совсем плохо, я говорю, ладно, разговор по душам. Так кто-то доставал, ну потихонечку по капельке. Вот могу признаться, было такое, да. И мы говорили, мы говорили обо всем. О том, как началось заболевание. Что было бы, если бы. Они уже не могли это говорить своим родственникам, потому что родственники устали слышать. Они не могли говорить друг другу, потому что все одно и то же хотят высказать. Была это работа психолога, или это просто были большие уши. Но мне, наверное, это бы нужно было всем. И мне, и... У меня вот тот центр, старый центр, да, вызывает какие-то, ну это я понимаю, ностальгические чувства, потому что я была моложе. Вот это я, видите, как... Еще молодая-молодая. Это моя дочка. Это младшая, это старшая. Вот Вера, вот Зоя. Вот это Вера, старшая. Видели ее, да? Вот она. Это Латышева Катя, она умерла. Боже, за что ты меня наказал? Остерни написала. Где-то лежит это створение. Вот эта девочка жива. Нет, нет. Я всех помню, этих мальчишек, девчонок. И как легко было дарить детям радость. Вообще детям легко дарить радость. Остерни написала. КОНЕЦ Это черное-белое. Две стороны жизни. Мы не должны сбывать эту черно-белую к страну жизни. Она есть. А мы замазываем ее и хотим перейти в серую зону. Но это не наше. Мы не чувствуем себя комфортно в этой серой зоне. Кто-то плакает. Не надо плакать. Плакать это не полезно для грима. Ой, баба, держи. Кто-то лопнул? Держи, это тебе. Что ж ты, ребят? Четыре умножать. Все девчонки любят наинственных животных. Все мальчишки любят хорошие. Хорошо. Ну, а теперь этих ребят на всякий случай пожарный мы отправим в космос. Три, два, один. Опа! Вот так вот. И все тут. Они улетают на орбиту. Это пиратский космический корабль. БА! Вот так вот. И все. И тебя тоже готовься. Скажите, а когда снег падает, что мы с вами мастерим из снега? Снеговика, правильно? Давайте сделаем снеговика. Дедушка, ну, лови. Как ты думаешь? Надо вам оценить. Нет, нет, не лови. Ну, а ты... О, вот у меня снеговик. Да, да и снеговики полетели куда-то непонятные. О, хороший снеговик, дедушка. Правильно мы делаем снеговики. Вот сейчас я целое утро ругалась. И злилась. Потому что у нас двое детей умирают в одном из городов под Минском. Оба они терминальные больные. К ним относятся не как к терминальным. Сейчас этому ребенку поставили трахеостому. Умирающему ребенку поставили трахеостому. Он перестал дышать. А он умирал. Он умрет. Ну, с трубкой, с трахеостомой. Надо всегда четко уметь в палеотиве останавливаться. То есть надо четко понимать. Два зеркала, две руки, две чаши весов. И нету добра и зла. Вот не видно, что где зло, здесь добро. Потому что и то может быть зло, и то может быть добро. Вы сами прекрасно понимаете, что добрыми намерениями выслан дорогой в ад. Надо быть очень уметь, вот уметь держать равновесие. Всегда. В начале у нас как-то больше была онкология. А онкология, это немножко даже со временем, но даже и тогда мы понимали, что вот пока этот ребенок с нами и здесь, мы должны ему помочь максимально. Иногда по городу едешь, не смотришь названия, улиц. Вот еду, а в этом доме у меня вот эта девочка была, вот здесь у меня этот жил, там тот был, там еще. Вот все дома, улицы напоминают тебе. Кажется, в каком-то... И в каждой семье какая-то... Вот даже нету таких одинаковых историй. Вот казалось бы, даже больные дети, да, все вроде бы одинаково, но в каждой семье все по-разному. Все, Анечка, сейчас моя девка, мне нравится. Я понимаю. Когда услышал, что безнадежно болен, тогда, наверное, у мамы появились проблемы, чисто психологические. Конечно, первый вопрос был, за что? За что мне, за что ей? Потом, ну, кстати, это помогло, наверное, прийти к каким-то таким вещам, которые бы, может быть, ты не пришел бы в обычной ситуации, когда все достаточно нормально, как мы воспринимаем в жизни. Это не наказание. Это испытание, да. Ну, значит, тебе надо пройти через это. Опять-таки для того, чтобы... Потому что Господь хочет, чтобы мы стали лучше. Я стала по-другому относиться и к людям, и к себе, и к близким, к чужим, всем хочется помочь. Честно. Это правда. Так что вопрос, за что? Давно отпал. Мы как на фронте теперь. Мирные передышки иногда. И всю жизнь на войне. Вам не понять. Потому что вы не строили хоспис. Это мое. Я хожу, я каждую царапину здесь знаю. У меня каждый гвоздь, это гвоздь в мое сердце. В мое сердце. Я даже не знаю. То есть иногда хочется мокнуть рукой и сказать, а, пускай идет, как идет. Ладно. И давайте теперь поговорим, что у нас каждый день. Это была Илья Крудниковича. Александр дышит через трахеостому, питается через гастростому. Мама смотрит, конечно, ее хорошо. Девочка такая, что особо одну не оставишь. И она никому как бы не доверяет. На передышку не хочет? Нет. На передышку нет. Я вот думала, я могу сказать одну вещь. Передышка не должна быть таким назойливым сервисом. Мамы должны сами их хотеть. И тогда это будет нормально. Мы считаем, что маме надо отдохнуть. Но мы считаем, мама так не считает. Мама считает, что никто лучше ее не будет смотреть на ребенка. Боже, куда я ее только не возила. Да и к бабкам, и к деду какому-то, по-моему, в Ашмянам ездили. Пока уже не начинаешь понимать, что не чудо. Чуда не будет. Ну и все. И потом просто постепенно начинаешь принимать ребенка таким, какой он есть. Начинаешь уже как бы не жить какими-то иллюзиями, а живешь тем, что есть, приспосабливаешься ко всему. Ну и все, и создаешь просто для ребенка все, что можешь. Любые условия, которые ему необходимы. А как оно будет, что оно будет, не хочу думать. Ну что ты, моя девочка? Приехали к тебе, дядя. Хорошая моя девочка. Давночку сюда. Так. Вот мой красавец. Страшно было тогда, когда Виолетка родилась, потому что неопределенность, не знаю, что как. На самом деле она очень сильно кричала. Никаких прогнозов, никакого лечения, ничего. Это просто, ну, знаете, в какой-то степени состояние обреченности, потому что ты понимаешь, что это твой ребенок, да, ты его никогда не оставишь. Но ты не понимаешь, что будет дальше. Ты не понимаешь, как ему помочь. Перестанет он когда-нибудь кричать, не перестанет. Я тебе же как-то рассказывала, что соседи не могли спать по ночам, соседи как бы жаловались. Они не могли спать. То есть, представляете, что у нас творилось. Ну вот как-то она так потихонечку, потихонечку, где-то препараты подобрали, где-то еще что-то. То есть, отстроилась, стало лучше. Вот у нас кормление. Таким образом. Вкусненько. Глазки забегают, тепленько. Да. Похоже, что мы будем засыпать. Дыхание спокойно. Насыпай. Хоспис – это по поводу жизни. И потом я только недавно стала понимать, что мы лукавим, потому что это не только по поводу жизни, это и по поводу смерти обязательно. Жизнь-то заканчивается. И у нас же тена не заканчивается в 100 лет, в 99 лет, в 80 лет. Она заканчивается достаточно быстро. То есть, мы должны… Это жизнь, надземная. Ну, мы здесь и живем надземной жизнью. То есть, не все люди верующие. У нас же хоспис для всех людей, верующих, неверующих. То есть, мы не должны делать только для верующих людей, да? Не все люди верят. И очень люди гневаются после того, как я молюсь Господу, а ты вот, извините, ребенка забираешь. Здесь будет лежать тело ребенка, а заходить будут его родители, для которых это несчастье. Я понимаю. Что бы мы там ни говорили, это не может быть счастьем. Но, тем не менее, не должно быть страшно. Это не должно быть страшно. Страшно не будет. Здесь еще потом такая нежная радужка будет. Радужка будет. А можно еще, чтобы яблочки. Будут яблочки. Я купила золотую поталь, потом, когда все отрисуется, там будет цветущая яблоня. Она как свет дает такой, да? Из нее источник света идет. В принципе, это и есть рай. То есть, каждый, каждый по-своему представляет его. Но это не важно. Он должен какой-то такой быть, чтобы я посмотрела и сказала, ой, я туда хочу. Три года назад у нас случилась такая история, что мы получили пневмонию и попали на парад ИВЭР. Вот. Ну, потом уже как-то вместе мы с ней адаптировались. И она мне говорит, так, мне плохо дышать, санируй. Я говорю, хорошо. Мы так хотели бы от него отключиться, если честно вам сказать. Ой. Мы духом не падаем. Да. Мы активисты. Мы надеемся, что у нас будет все нормально. Мы, Ангелина, мы с тобой крепкие девчонки, правда? Нас приглашают везде. Всегда. Только мы с Ангелиной мало где выезжаем, но мы выезжаем с другими здесь. Начинают концерты елочек, заканчивают Дедом Морозом и дома, правда? Всякие праздники. Мы всегда нас приглашаем. Утро проснется, выпьет чай с теченьем. Снова начнется в городе движение. Птиц, автомобили, карусели, город. Просыпайся, детский город. Банана, мама, поверишь в чудеса. Банана, мама, сбываются мечты. Банана, мама, горячие глаза так сверкают, как небес звезды. Бегают глазки, ушки на макушке. И это не сказки, это не игрушки. Город детства – это город тот, который самый-самый добрый город. Банана, мама, поверишь в чудеса. Банана, мама, сбываются мечты. Наверное, научим таким образом, что необходимо просто-напросто помогать другим людям. Плюс еще, наверное, это на уровне уже какой-то чувствительности. Субтитры создавал DimaTorzok Ну, давайте вот представим ситуацию. Идет человек по улице, и он начинает падать. А у вас же, наверное, хочется его поднять, подержать, помочь чем-то. В принципе, работа волонтера, она схожа с таким же поведением людей. Мы просто поддерживаем падающих, которые нуждаются в помощи. Кто к вам пришел? Бедница, Мороз. Правильно, это я. Это должен быть вот раз, Дед Мороз. Ну, похож на меня. Похож, похож, тошно. Ну, да. А в школе некуда не верят в Деда Мороза. Ну, как, не верят? А я на что? Не на что Мороза. Может, мы к Анечке пойдем? Да, к Анечке давайте. Сначала к Анечке пойдем. Давай посмотрим, что я тебе принес. Давай. Ну, отринем. Фрукты тебе, чтобы ты покушал и чтобы у тебя все было хорошо. Что касается этих детей, многие из них гораздо сильнее, чем мы. Вот, и недавно познакомилась Марк. Ему 6 лет, но выглядит он, грубо говоря, на 3. Вот, то есть тело не растет. И когда он тянется руками к тебе, не потому, что ты там Настя или Катя или Маша, а потому, что ты человек. И от этого мне приятно. Ну что, гонор наших всех именинников. Ну, можно потом у Золеша поспевать, хорошо поедать. У нас не без любого. У нас не без любого. Мы взмогались в общий разум. И оно получилось не просто. Весь наш сусвет и нас самих створил Бог, створил своей любовью. И то, что мы маем сегодня вокруг нас, то это его створение. И тому становится просто натуральным. Смачно тебе? Ну, милый. Когда есть створца и когда мы его створили, то это натуральным, как верить в створцу и выполнить то, что он над нас ждет. Люди боятся этого и уходят от этого, конечно. А мы прямаем, потому что разумеем, что так. Значит, Бог так захотел. То есть все, не просто так. Да у детенка такого. Как бы это и учились, глядяши на его, что такое жице, что его треба шановать. Потому что любой может таким стать. У days. Поехали. У меня, говорю по роду, все священники. Насколько я знаю, то есть старший сын был священником. Здесь написано, Кортни Вячеслав Петрович, сын священника. Его сын старший священник тоже, получается, сын священника. И вот тот, прадед его, тоже священник. То есть, насколько я докопала, с 15 века все были священниками. У меня вот этот род был такой интересный. Мы очень часто обращаемся к Богу, Господи, помоги мне, пожалуйста, восстанови справедливость. Вот там-то-то-то. А тот, кто сидит наверху, возможно, видит-то в другом свете. И говорит, ребята, так это все справедливо вообще-то. С моей стороны, с его стороны, это все справедливо. То есть, мы должны это понимать просто. И не обижаться. Часовня — это подарок одной женщины, одной семьи. Вот эта икона, вот эта икона была абсолютно черная. Вот это была просто черная доска. Вот что значит? Иконе нужен свет. Смотрите, она стала светлая. Вот эта икона вообще была, я вообще не поняла, что это такое. Мы ничего не делали с ней. Она сама осветлела. И вот эта икона тоже. Это была вот просто черная доска. Абсолютно черная. А вот она проявилась. И вот Божья Матерь и все. То есть, вот правду, верь, не верь. Аконе нужен свет, иконе нужны молитвы. А они долгие годы лежали в загашниках. Вот они теперь здесь. Никто из нас не знает, что будет после смерти. Мы можем предполагать. Мы можем верить. Причем верить могут как верующие, как неверующие. То есть, какая вера у нас с вами? Если у человека нету веры никакой, вряд ли он может помочь помощи таким детям. У нас должна быть своя какая-то мысль, теория для того, чтобы помогать кому-то. Теперь молитва. Та-та-та-та-та-та, Господи помилуй, Господи помилуй. То есть, здесь очень важно колебание. Колебание. Вот это нельзя. Поэтому я всегда говорю медсестрам, девочки, держите всегда маленькие псалтыри вот здесь. Это не важно. Совершенно не зависит даже от веры, веришь-то в религиозное, нерелигиозное. Кто-то умирает, открыл, дай родственникам псалтырь и скажи, читайте вслух. Поверьте, в том случае не будет истерики. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Мне этот доктор говорит, понимаете, у меня уже нет иммунитета, уже все, еще одна какая-то приманения, ребенок уйдет. Я говорю, я понимаю, не сейчас, не сейчас. Отсрочку дали какую-то. А тут она все сама решила. Мне казалось, что мой ребенок в хосписе самый легкий. Как не из хосписов, знаете, как помлада нам взяли. Потому что она такая струнечка во всем была. Вообще. Я думаю, вот так вот. Вот и что. Думаешь, запомнить-то что-то. Я не знаю, они же все время забирают. Я думаю, что мы можем раскрыть. Можно сам я поспортная данная у вас власти. Хорошо, если что-то не то, я как бы можно переписать. Да, конечно, конечно. Мало ли, понимаете, вы же тоже первый раз выписали. Мало ли, понимаете, очень хорошо. Хорошо. Спасибо. Я вообще в вашем труде помогу, Господи, все это вымести, все это смотреть, все это видеть и сердце помогать. Спасибо вас, Господь. Это же, куда мы попадаем, в украинский сад, здесь вот же будет. Лучше через сад пройти. Как небо выйти. Господи, приходить легко. Хотя он первый раз, когда пришла, когда детка Елизавета умерла, я лежала два дня. Не знаю, что будет, чего порокать, родители жалко. Очень. Я знаю, что больше всего нас всегда смерть пугает. Вот у нас один ребенок умер в центре, да? Сейчас поступят очень тяжелые дети, я вас предупреждаю, на следующей неделе. Те, которые умрут у нас, сто процентов, потому что их переводят на программу «Помощь в конце жизни». Готовы ли вы жить с этой смертью? Не просыпаться ночью в холодном потом? И не думать о том, что вы лузеры и что вы не смогли? Готовы ли вы ходить к этим детям, не жалея их, потому что им так не повезло? Я очень часто слышу, вот умер ребенок, он страдал 15 лет. Да не страдал он 15 лет, он жил 15 лет. И пока мы не научимся уважать эту жизнь и уважать уход этого человека из жизни и эту смерть, мы не научимся делать палеотив. Нормально, спокойно, достойно. С днем рождения! С днем рождения! Спасибо огромное вам. Так неожиданно. Весь класс пришел, очень приятно. Такие все молодые, 18 лет, это уже субтитры, поэтому, ну действительно, это такая трогательная. Трогательная, да? Трогательная. Заходите. Мы придем, мы придем уже в более такой еще спокойной обстановке. Хорошо, Владик, а то у тебя сегодня, наверное, все-таки очень много впечатлений. Да, за него сюрприз, да. Да. Все хорошо, вот видишь. Все у тебя замечательно. Хотя бы один раз в день к зеркалу подъедешь, вот так сам себе улыбнешься, уже у тебя хорошее настроение. Тем более тебе 18. И слава богу, что мы дужили до этого возраста. Правильно, ты вспомнишь, что нам говорили. Нет. Вот счастье, что мы попали в свое время, когда Влад в 10 лет сел в инвалидную коляску, вот в хоспис нас приняли, и он столько везде побывал, он столько везде объездил. Да, и с Лешей, и с Николаевной, так и, божечки, со всеми. Понятно, что диагноз тяжелый. Но это же не говорит о том, что все, вот мы приходим в поликлинику, ага, читать, миопатия Дюшена. А, ну все, это не лечится, чего вы пришли? Ну как так можно относиться? И второй визит – это новый ребенок, которого мы взяли под опеку. Никита, голову держит с трудом, не сидит, не стоит, не ходит. Вопрос другой, что ждут бабушка с мамой, вот это вопрос. Ну, вчера я предложила им все, что могла предложить. Сиделку, то есть наш дневной центр реабилитацию, консультацию невролога. Вот они в Польшу. Они же поставили на телевидении «Помогите ребенку лечиться». Его лицо знакомо всем с телевидением. Я думаю, откуда знают об ребенка? Вот этот вот вопрос сбора денег и выйдет за границей меня в последнее время напрягает, честно говоря. Какие-то иллюзии у родителей, что за границей им помогут. А очень легко деньги собираются. Так не думая, начинают собираться. Я хочу сказать не по теме. Вчера написала мне Байцеховская Елизавета. Которая в Швеции, да? Да, в Швеции. В принципе, жизнь у них налаживается там. Ну, понимаете, они с самого начала нацелились на эмиграцию. И Влад для них была вот та зацепка, за которую они зацепились. Ну, что делать? Не могу. Но зато Влад там социализировал. Он ходит в школу. А палеотив – это не медицина. Палеотив – это социализация. Ребенок с тем же заболеванием, которого не вылечили ни в Швеции, ни в Белоруссии, нигде. За ним приезжает автобус. Он ходит с детьми в школу. Он чувствует себя нормальным ребенком. Мы сделали все, что нужно. А то, что вот это, наше общество сделать не в состоянии. Вот не в состоянии. Именно поэтому тот палеотив, который есть в Западе, у нас просто мы должны как-то адаптироваться и проговорить, что у нас свой палеотив, да, вот свой, свой отдельный. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я тоже работаю с детьми палеотивными. И вот дать родителям то понимание, что с ними есть кто-то рядом в тот момент, это очень важно. Есть семьи, из которых дети ушли, палеотивные. Ушли – это куда ушли? Умерли. А, вот умерли. Давай, вот, давайте поговорим это слово все-таки. Так как я все-таки психолог, дети не ушли, они умерли, простите. Они не ушли. Даже мы, получается, противопомощи, мы этого слова боимся. Дети не ушли, они умерли. Извините. Ушел, извините, семье отец. Я ушла, но ребенок умер, и он не вернется. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Этот заколоченный, забитый подъезд – ассоциация с теми, кто ухаживает за тяжелобольными, умирающими людьми. Какое горе они переживают, что они чувствуют. Им настолько больно, что они сами замуровали дверь, чтобы не видеть настоящую жизнь. И самое для меня страшное, что люди, живущие вот в этом доме, да, условно в доме, они считают, что они живут. И как их вывести из этого дома, чтобы они вот с этой стороны посмотрели и поняли, что это не жизнь. Они заклатили жизнь. Они забили дверь. И это не жизнь. Когда я обзваниваю родителей, честно, я встретилась со своим бессилием. Теперь понимаете меня? Родители, да, дети уходят. Умирают? Да, умирают. И когда я их приглашаю, они там в трубке плачут мне, говорят, нет, мы ни за что не пойдем, да. И я им объясняю, что группа как раз для того и создана, чтобы вы пришли и вот встретились с этим. И я бессильно как-то повлиять, чтобы они пришли. А вот тут я всегда говорю одну фразу. Вы знаете что? Вы можете плакать в трубку, а вы можете прийти к нам, вот плачем вместе. Горе — это процесс, через него надо идти. И я всегда говорю, ну помните, какая мужественная была для вашей дочери? Как она боролась с болезнью? Как она шла через эту болезнь? Горе — это тоже болезнь. Надо идти через нее. Я по-другому. Как вас на все? Я не знаю, куда я знаю. А, 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 а. Куда я знаю? Не знаю. Хватает ли все? Потому что делается добро и добро. Нет, не хватает, это не то. Это где-то там заложено, где-то. Нет, я не знаю. Я даже, я просто знаю одно, что я никогда в жизни не мечтала работать в профессии. Никогда. Потому что мне неинтересно было врачи и профессия врача как вообще. То есть, хотя, ну, не было у меня этого, да? И вот меня кто-то в спину толкает и все. Просто толкает в спину. Понимаете? Я не знаю. То есть, есть вещи, которые, наверное, мы должны делать. Мне надо оттуда. Тут оттуда. Вот, наверное, где-то так. Да, вот и тут я езжу. Да, я поделюсь. Ну, товарищ, минуту встанем и помолчим. Давайте. По ночам приходит он во снах. Говорит он с ней о делах. Сейчас, мусорчик. О своих неизбывшихся мечтах. Извините, я плачу там. Мы сами плачем. Очень такое. Ну, это боль с нами. Ну, надо жить дальше. Что же делать? Надо работать, надо жить. Надо быть сильным. Надо, конечно, надо. Мы, кстати, все сами говорили, имеем право поплакать. И не каждый может понять нас. Только кто это перенес. Ну, и людям страшно? Страшно. А, а... А, а... А, а... А, а... А, а... А, а... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И то, что она была Девочка Чуть-чуть не такая, как все Мама, люди не видят, что Бог рядом с нами Мама, люди не видят, что Бог рядом с нами Мама, а почему Если Бог есть Почему? И для нее этот вопрос был очень знаковый Почему дети так страдают? Он что не видит, что дети страдают? Ладно, я понимаю, что они умирают Но почему они так страдают? Бог что, не видит этого? А может быть, там не Бог? Есть же Антихрист Может, миром правит Антихрист? Для нее это очень важно было Познать Бога Наверное, это в ней и та кровь священников Которая в нас есть Она считала, что познать Бога Можно как с той стороны, так и с этой Готовны ты, сестра, войди на собратство Отче не наш Отче не наш Я знаю, что она была на одном группе застанистов Она была Она пришла, ржала, не могла Ведь, мама, это такой анекдот Но не прошло ничего мимо Когда я ее увидела в морге Вообще, конечно, такое Страшное такое Знаете, почему я хотела комнату-то сделать Вот это морг Это вот выкатывание тела И вот ты видишь тело своей дочери Помытое такое, чистенькое Кстати, она не вызвала ничего Я потеряла сосна, когда не плохо стало Никогда не отдали ее одежду Вот тут не стало плохо То есть ее свитер Было такое ощущение, что в упор стреляли автоматной очередью То есть у нее была вот такая дырка Вот они так били ножом ее вот так по кругу То есть как от пули Вот так это было Вот тут мне стало страшно А так лежит чистая, белая, красивая Чужая-чужая Чужая-чужая, не моя Моя вера умерла Это лежит какое-то дело Никаких эмоций А вот одежда вызвала ему целя Судя по ударам Это они ее просто распяли Мажору Надо было убить девочку Из хорошей семьи Девственницу Мастер! Мастер! Меня очень удивляют, когда люди говорят А ты что, веришь в дьявола? А ты что, не веришь в Бога? Да, я верю в Бога Но дьявола нет Здравствуйте! Как может быть плюс И не может быть минус Как может быть белая И не может быть черная У меня был, понимаете, страх Тогда, что возможно С верой случилось Потому что я работала в хосписе Просто когда ты работаешь в хосписе Ты волей-неволей Сталкиваешься с воронкой смерти И эта воронка захлестывает И тебя, и твоих близких Она захлестнула веру Так получилось Так получилось Так получилось То есть У меня нет чувства вины Вот себя Я не могу стать другой Я такая, какая есть Не с этим жить Золото Дайте-ка я посмотрю Как коридор этот Вот, молодец Сказку сделано Действительно радужная комната Вот я умерла И я вот здесь Я бы очень хотела поверить Дай Бог что-то есть И мы должны верить Что пусть смерти мы не ложимся В сырую землю Что нас не закапывают Дети все верят Так, ну подожди Еще раз Еще раз О, четыре Давай, давай, давай Три Первый вот это вот Три Раз, два, три, четыре Наша жизнь Нам ставит столько Много вопросов И на все вопросы Мы знаем ответы Мы не знаем Почему дети умирают Раньше, чем взрослые Мы не можем ответить На вопрос Мама, за что Мой ребенок умер И что мы Единственное Сможем сказать Не задавайте вопросов На которых Мы не знаем ответы Возможно Мы не доросли До этих ответов Не надо тратить Время на это Давайте скажем По-другому А что Как вы можете Жить с этим Мы даже скамейку Не ставили Но эта скамейка Должна Это на совести мужа Он обещает Ее 20 лет Но вот Я делать ничего не буду Раз обещает Пускай делаю Мне скамейка не нужна Я считаю Что вот Вот этот памятник Должен мне понравиться Вере Она у меня была Девочка такая С минимализмом И любила Готику Такую Готический То есть Вот этот крест Белый Разбитая плита И эта роза Видите Она поломанная И разбитая жизнь Но жизнь продолжается Я здесь Раньше плакала Сейчас я Я просто Тихо Тоскую Мне просто Я прихожу Иду Готово Готово И это правда Случилось со мной И как ни странно Помог мне психолог Швейцарец Сказала Послушай Протяни руку Протяни руку вперед Представляете себе На этой руке Лежит Что-то очень важное Связанное с твоей дочерью Ее рисунок Ее может быть Кусочек волос Когда она родилась Память о ней Посмотри на нее А теперь попробуй Эту руку отвести И отведи ее до того места Когда это будет комфортно Очень важно Не убирать ее А просто поставить туда Где ты там можешь Скосить глаз И увидеть Но смотреть вперед Надо обязательно Здесь красивое место Посмотрите Вроде бы город Вот он Вот он Посмотрите Вон туда Вон город И в той же мере Это не город Да Анну Георгиевну я знаю С 1973 года Боже мой Это так дремно Да 20 век Вторая половина Это очень активное Очень красивое Я была активная? Очень активная Вообще конечно Никогда бы в жизни Даже вот Не рискнула бы Не подумала Построить новый хоспорт Но детей больных Вот теперь Польша увеличивает? Увеличивается конечно И понятно И понятно От чего увеличивается Мы же научились Их реанимировать Самая низкая детская смертность Это Белоруссия Одновременно вопрос Вот ребенок родился 500 граммов Там 490 Его вытащили с того света А дальше куда? А дальше маме Мамочка вот А ребенок нуждается В зондовом кормлении У него легкие не раскрылись Знаете, кислород нужен И так далее И так далее Начинаешь верить в Бога Когда ты начинаешь Что-то делать Вот для кого-то Мне кажется Вера тут Сыграла роль Не очень многие связывают Хоспис с смертью Веры Но Вера умерла в 98-м Когда хоспис Мы открыли в 94-м То есть Если связывать То наоборот То есть смерть Веры С хосписом А не хоспис с Верой То есть Тут другое Ну По крайней мере Все равно Возможно Это как-то Окончательно утвердило тебя Да Ну вот Уже Вот эта тропа Была Она мне утвердила В том Что Как бы сказать Вот смерть Веры Мне утвердила Только в одном Что Надо быть очень осторожна С чужим горем Мы очень часто Советы даем Да уже прошло 3 месяца Хватит плакать Прошел там год Что ты вспоминаешь А смерть Веры Показала Что это навсегда То есть Мама будет тратить Всегда Когда ребенок умер И смертная башня Рукой костлявой Чуть минит время А доску бьет И жутко в башне И смех гнусавый И с тьмы сырой Манит, зовет От звонов башни Принцессе страшно Придет за ней Немой звонарь И снова тихо По древней башне Крадется смерть Прикрыв фонарь Андрей Владимирович Очень хочу с вами Посоветоваться Я расписала В хосписе В Минске Детском Радужную комнату Ну морг фактически Чтобы это не было Не серые стены Я нарисовала Райский сад Всю свою жизнь Я делала куклы И потом я стала Замечать Что у меня Эти куклы Когда их покупали Покупали люди Которые создавались Такое своеобразное Замещение То есть Они закрывали Для себя Какую-то проблему То есть Больку какую-то Я Тоже занимался Сказками И Когда ко мне приходят Больные Говорят Что делать Доктор Какой совет Я говорю Сочинить сказку Про свою собственную жизнь С другим концом И Со счастливым концом Так Какая там Сказка Тут не до сказок Попробуйте Меня позвали 23-летние девочки У которой Нашли рак И Она подсказывалась Спать Есть Разговаривать Я думаю Ну чем я могу Утешить ее И Вдруг вспомнил Что у меня в портфеле Куколка Я взял И протянул куколку Ничего не говоря Она удивилась Что это такое Я говорю Я принц Щелкунчик Я узнал о твоих Вот Несчастьях И решил Помогать тебе И она Заплакала Взяла куклу Прижала к груди Потом подняла Глаза на меня И глядя прямо в глаза Говорит И ты меня никогда Не оставишь То что вы Занимаетесь куклами Это Замечательная Вещь Потому что Мы сами тоже Прогнозируем Свою жизнь Если мы Не прибегаем К помощи волшебников Это Не вина волшебников А вина Вина самого человека Это моя семейная кукла Почему? Потому что Вот это вот Кусочки Скатерти Которые вышивала Моя прабабушка А почему летучая мышь? У нас в доме Жила летучая мышь Я перестала ее бояться У этой куклы Была химия Но волосики отрастут У каждой моей куклы Есть сердце И туда зашита записочка А у этой куклы Пусть как все дети Будут счастливы Ну это царица Это хранительница времени Ну это вообще Ну кукла на счастье И у нее в сердце Пусть всегда будет солнце Какая ваша самолюбие? Я вас напугаю Смерть Покажите, покажите Мне интересно Когда у меня был диагноз Я начала думать Потому что думаю Насколько я готова То есть она взяла вот мое сердце Сердце у меня каменное И она вот так вот стучит Ну не достучалась То есть Ну я ее себе оставила А можно посмотреть Интересно Ну то есть А вот тебе, да? Вот стучала, стучала А не достучалась Ну я вот перевела свой страх Вот в такую историю Это очень важно Страх его что-то привести Вот так Пальцем ткнуть Да? Сказать Во Это для каждого из нас важно Мне так кажется А мне кажется Если, например, не умеешь вообще делать Не помнишь Да все все умеют делать На самом деле Лично я У меня руки и крюки И растут не с того места Сейчас Я все умела делать Ну что-то случилось в моей жизни Ничего не умею делать И когда мне дали мотивацию Я сделала очень неплохую куклу А при этом все сами делали? Сама Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok